Йоу, пацаны, чё как? Сегодня я вам расскажу, как сделать два вида носиков для вашего фурсьюта. Не будем тянуть и погнали! Рассмотрим носик на поролоновой основе. И для его создания нам, соответственно, понадобится сам поролон, флис или плюш, иголки с нитками, бумага, ножницы, скотч и ручки или фломастеры, чтобы отмечать выкройки. В первую очередь мы рассмотрим самый простой носик на поролоновой основе, он без ноздрей. Предварительно на куске поролона мы рисуем нужную нам форму. Я нарисую сразу два типа носика, вам, соответственно, понадобится один, если вы планируете делать на свой фурсьют. Хотя, может, у вас персонажи с двумя носами, но в общем, не важно. Мне нравится мультяшный стиль, потому что он универсальный. Оба этих носика изначально подразумевались как кошачий и собачий, но при этом давайте взглянем на них. Ну, как бы, они подойдут на любое животное, если использовать именно мультяшный стиль. Кстати, вы можете обратить внимание, что поролон я взяла довольно толстый. Если у вас нет такого, то возьмите какой есть и при необходимости наслаивайте. Итак, рисунок готов. Теперь давайте я немного расскажу про то, как нужно его правильно вырезать. Мы с вами живем в трехмерном измерении. И чтобы создать симметричную фигуру, нам достаточно придать ей нужную форму спереди, сверху и сбоку. Этим мы сейчас и займемся. Для начала, как следует, обстругаем по краям при взгляде сверху, то есть прямо на нос. Должно получиться примерно вот так. Теперь посмотрим, как наш носик должен выглядеть сбоку. Отмечаем форму фломастером. После чего, конечно же, вырезаем. И осталось только подровнять сверху. Стричь ножницами поролон это довольно залипательное занятие, потому что он мягкий и делать это приятно. Но я должна отметить, что куси ножницами лучше делать помельче. Даже при обтягивании флисом сильная бугристость будет заметна, так что лучше сделать все поровнее. А для этого нужно делать более маленькие куси. Кстати, на крестик и скотча не обращайте внимания, это я просто отметила центр кадра, чтобы не улазить. И все равно я умудрилась вылезти за этот крестик. Я выбрала для себя вот такую форму, но на самом деле вы можете делать как вам угодно. Старайтесь делать все как можно более симметрично и как можно более гладко. И вот такой вот результат мы имеем на данный момент. Далее мы делаем выкройки. Есть несколько вариантов, как снять выкройки. Этот носик я, например, просто покрываю бумажным скотчем. И потом расчерчиваю нужные мне детали. Можно также взять и другой скотч. Предварительно обмотать носик пищевой пленкой, чтобы если скотч прям такой мощный, то не отодрать потом его вместе с поролоном. Я выбрала бумажный скотч и давайте посмотрим, что из этого получилось. Обклеиваю только половинку, потому что носик я старалась сделать максимально симметричным. И поэтому для второй части будет нужна та же выкройка, просто перевернутая. Начинаем чертить детали. На носиках животных есть натуральные, скажем так, линии, которые обозначают угол, выемки, впадинки и тому подобное. Я стараюсь отталкиваться от них, потому что как-никак на ткани все равно эти швы будут видны. Так пусть они хотя бы повторяют натуральные линии. Плюс такое расположение швов в принципе хорошо подходит для выкройки. Условно разделим носик на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя сторона довольно плоская, на ней никаких лишних швов не требуется. А вот нижняя выпуклая. И поэтому с помощью центрального шва мы постараемся ее округлить и при этом сохранить вот эту естественную форму. Теперь приклеиваем скотч на бумагу и стараемся как следует разровнять. После этого вырезаем выкройки и прикладываем к ткани. Для первого носика я выбрала черный флиз. Так как верхняя часть должна быть цельной, мы сначала кладем выкройку, обводим одну сторону, потом кладем ее зеркально и обводим повторно. Нижнюю же выкройку обводим и вырезаем двумя разными частями. Теперь остается лишь сшить эти кусочки. Сначала я сшиваю две нижние половинки, а потом для удобства, чтобы все было идеально ровно, я вывернутой стороной с помощью булавок прикалываю их к основе. А затем уже сшиваю. Да, это вовсе не обязательно для такой простой детали, но я люблю, чтобы все было прям четенько, поэтому делаю именно так. Потому что если сшивать вне основы, то все равно всегда будет шанс, что что-то куда-то уедет, скосится и мало ли неправильно выкройки сделали. Это все будет сразу видно. Теперь выворачиваем и натягиваем на носик. По сути все готово. По идее можно оставить и так, потому что потом задняя поролоновая часть будет клеиться к основе, а ткань по краю пришиваться к меху, который будет на фурсьюте. Но так как эти носики пойдут на свободную продажу, сзади я тоже закрою флисом. Наконец переходим к более сложному, но более интересному способу создания носика. Это будет не просто носик с ноздрями. В эти ноздри можно еще и что-нибудь засунуть. То есть они сквозные. Сразу говорю, это мой первый подобный опыт, поэтому в дальнейшем я хотела бы еще поработать над формой, размерами и так далее. Сейчас моя задача состоит в том, чтобы рассказать вам технологию, а там уже экспериментируйте как хотите. Сначала повторяем все те же действия. Вырезаем носик нужной нам формы со всех трех ракурсов. Для удобства я даже нарисовала себе выкройку, чтобы пользоваться ей в дальнейшем. Ну, вы понимаете, симметричные ноздри и все такое. И с уверенностью могу сказать, что она мне очень даже помогла. Кто бы мог подумать, но ноздри это самая ответственная часть. Стараемся их вырезать очень аккуратно. Перед нами на данный момент стоит задача прорезать вот эти отверстия четко по форме насквозь. Если вам удобно пользоваться ножом, то можете попробовать им. Но я бы так не рекомендовала делать, потому что есть вероятность, что нож соскочит и прорежет вам весь поролон. Это, конечно, не столь критично, но ситуация неприятная. Мелкими аккуратными движениями с помощью ножниц я пробираюсь вглубь. Старайтесь резать не прям перпендикулярно, а как бы больше к центру внутренней стороны. Сложно сказала, но надеюсь вы поняли. Тем временем с обратной стороны на толщину ноздрей постарайтесь вырезать прямоугольник и углубить его навстречу ноздрям. Если постараться объяснить более просто, то нам нужно вырезать туннель от ноздрей до ноздрей. Для данной формы носа он будет немного дугой. Кстати, величину самих ноздрей рекомендую вам регулировать в зависимости от размера самого носика и от размеров того, что вы собираетесь туда пихать. Я, если что, про ручки там, карандаши. А еще мне нравится эта форма тем, что можно экспериментировать с пирсингом. Кстати, про него тоже можем замутить отдельное видео. Когда нужная форма будет готова, приступаем к выкройкам. Здесь я решила поверх бумажного скотча использовать еще второй скотч, более плотный, более липкий. Потому что бумажный не очень хотел липнуть к поролону. В процессе обклеивания носа я залепила сами ноздри. Этого делать не нужно. Ну, в смысле, вы можете тоже, конечно, залепить для удобства, чтобы все плотненько прилегало. Но потом с обратной стороны я отметила, где должны быть ноздри, потому что на этой выкройке их не должно быть. Этот носик я делю все по той же схеме. Верхняя часть и две нижних. Ну и плюс ноздри, соответственно. Вырезаем выкройку и обводим на ткани. Здесь я прошу обратить внимание, верхнюю часть я сделала точно так же. Сначала обвела, потом отродила, скажем так, и опять обвела. А вот с нижней я сделала немного по-другому. В верхней части эти кусочки немного соприкасаются. Там я сшивать их не буду. Шов будет только там, где вот это вот разветвление идет. А следовательно, шов будет идти не до конца, а где-то вот до серединки. Кстати, это и более естественное положение, если уж на то пошло. Теперь я уже сразу прикрепила ткань с помощью булавок изнаночной стороной наружу, чтобы сшить все как можно более ровно. Ноздри пока что не трогаем, сейчас дойдем и до них. Выкройка оказалась немного неровной, поэтому я отрезала лишнее ножницами. Это произошло из-за того, что бумажный скотч, ну, прям не хочет вообще прилипать к поролону. Но ничего страшного, здесь-то можно подрезать детали не такие уж и сложные. Когда все готово, переходим к ноздрям. Для начала нам нужно вырезать определенного размера прямоугольнички. Одна из его сторон должна быть равна, образно говоря, окружности ноздри. Точные до миллиметра измерения тут не нужны, поэтому просто прикладываем и смотрим, как оно подходит или нет. Вторую сторону делаем с запасом, потому что отрезать-то всегда просто, а вот пришить уже сложнее. Делаем вот такую вот трубочку. Это и будет наш туннель, который пойдет от одной ноздри к другой. Ну а теперь, внимание, косяк! Да, я не вывернула эту трубку, я почему-то не рассчитала и подумала, что к изнаночной стороне нужно пришивать изнаночную сторону. Хотя очевидно, что при выворачивании потом вот этот шов некрасивый окажется внутри, то есть он будет на виду. Смотрим внимательно и не повторяем моих ошибок. Трубу надо сначала вывернуть лицевой стороной, потому что потом, даже несмотря на то, что мы опять будем ее заправлять внутрь, она все равно будет там лицевой стороной. Короче, этот момент немного непонятен, поэтому просто смотрите. Мы опять-таки пришиваем с изнаночной стороны, но мы потом не выворачиваем эту трубу, а как бы заправляем ее внутрь. Как я и сказала, ничего не понятно, поэтому просто смотрите видео. После того, как обе трубы готовы и уже пришиты по своим местам, мы их выворачиваем и просовываем уже в основу. Теперь наша задача состоит в том, чтобы аккуратно их сшить. Это сделать вовсе не сложно. Начинаем мы с внутренней стороны и используем там потайной шов. А потом уже переходим на наружную и используем обычный обметочный. Вот опять-таки смотрите на видео, чтобы было понятней. А вот, собственно, и все. Носик готов. Теперь можно развлекаться, пихая в ноздри какую-нибудь ерунду. Ну а всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и пишите комментарии. А мы всех любим, целуем, обнимаем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok